Можно было проверить на практике все гипотезы. Никто не мог дать чёткого инструмента, как попасть на полку волновых. Как выйти с российским товаром. Мы придумали такую открывашку и прошли все пути, чтобы попасть на полку волновых. Что мы делали? Итак, для начала, для начала, мы создали этот товар, создали товар, и решили сделать маркетинговое исследование, понять, где он будет необходим. Это был сам, это была просто идея, которая пришла нам в голову. Открывашку? Давайте открывашку. Самое главное пройти этот путь. Итак, мы в первый месяц продаж, в первый месяц продаж, продали 1732 открывашки. И заработали около 16,5 тысяч долларов. Но вопрос не в количестве выручки, а в количестве прибыли. Она составила, затраты составили около 45%. Мы поняли, что даже такой простой товар востребован. И сделав, допустим, 2000 продаж в первый месяц, мы стали масштабировать этот продукт. А теперь по шагам. Что мы делали? В первую очередь, это маркетинговое исследование рынка. Вы должны понять, где находится ваш покупатель, что необходимо вашему покупателю. Не нужно ехать в Нью-Йорк, не нужно ехать в Майами, не нужно ехать в большие города, чтобы продавать товары. Нужно понять, где ваш покупатель. Мы оценили спрос и обнаружили, что наш покупатель находится в таких непопулярных штатах, как Северная Дакота, Кентукки. Там был спрос на наш товар. Потом мы определили его сезонность, географию, рассчитали затраты и стали запускать пробные продажи в этом направлении. Сейчас расскажу как. То есть для начала, сейчас будут реальные инструменты. У нас их, конечно, около 30, но если вы хотите что-то начать делать сейчас, я вам эти инструменты дам. Для начала, первый инструмент — Google Trends. Вы заходите на Google Trends и забиваете ваш товар. Вы должны проверить его спрос. Что даст Google Trends? Google Trends покажет вам сезонность продаж. И покажет вам самая главная география клиентов. Сезонность продаж позволит вам понять, в какое время лучше выходить с вашим товаром. География клиентов — это самый ключевой пункт, на который нужно обращать внимание при выходе на американский рынок. Вот так мы нашли своего клиента. Google Trends — бесплатный инструмент. Используйте его, те, кто не знает. Дальше. Camel, camel, camel.com. Как три верблюда. Это ресурс, который вам абсолютно бесплатно поможет определить среднюю стоимость вашего товара на американском рынке. Заходите на этот сайт, записывайте прямо сейчас этот инструмент. Вбивайте свой товар и определяйте среднюю цену аналогичного или такого же товара на рынке. Это то, что уже поможет понять вам, где и как продавать и за сколько. Это те инструменты, которыми мы пользовались. Дальше. Когда мы поняли, где наш клиент, сколько примерно стоит наш товар и что нужно делать, мы запустили пробные продажи. Мы поставили первую партию товара, тысячу штук, на Амазон. И настроили продажи на Амазоне именно на эту категорию клиентов. И именно удовлетворяя их потребности, которые мы определили раньше на этапе исследования. Плюс eBay и еще несколько площадок. Мы, конечно, сделали акцент на Амазон. Мы запустили порядка десяти каналов продаж. Facebook, Amazon BBC, Instagram. И по итогам исследования определили, какие из каналов сработали. Простой АВ-тест. Простой АВ-тест. У нас сработали всего два канала. Параллельно мы отправили пробные образцы в магазины и получили обратную связь, что говорят реальные клиенты в мелких магазинах о наших товарах. Из этого тоже сделали определенный вывод. И это помогло нам сформировать практический бизнес-план масштабного выхода на рынок. Не теоретически, когда тебе рассказывают, что там ваш клиент, вот там приведет и ваше направление такой товар. А практически. Мы сами продали свой товар и сами этот план себе создали. Для чего это мы делали? Просто так в крупные сети с товаром не зайти. К тому же Walmart нужно показать либо колоссальный ассортимент продукции и закрыть потребностью в этом товаре всю территорию Соединенных Штатов. Либо показать определенный объем продаж и востребованность на рынке вашего продукта. Для того, чтобы с вами начали разговаривать, надо показать объем от 5000 единиц товара в месяц. Продажа. Свыше 5000 единиц товара в месяц. Вот нам потребовалось 4 месяца, мы вышли на этот показатель. Поговорили с Walmart, нам сказали продолжайте показывать продажи дальше. Еще 4 месяца мы продавали товар, инвестировали в эти работы. и в эти 2 канала, которые принесли нам прибыль. Мы подтвердили эти продажи, вернулись обратно на переговоры. Это заняло у нас еще порядка 2-3 месяцев. И в итоге неделю назад я подписал контракт с полным кругом в Северной Дакоте на поставку пробной партии товаров в этот магазин. Спасибо большое. Дальше, дальше. Я не уверен, пойдет ли этот продукт. Мы вообще не торгуем открывашками в Америке, мы занимаемся совсем другим. Но для нас, отключая российских предпринимателей, важно было проверить эту гипотезу на своей практике, потому что никто нам не смог рассказать. И в России, и в Америке. А задача поставить российские товары в Америку лично перед нами стояла. Потому что я вижу огромное количество разных товаров на рынке, и я очень хочу, чтобы наших товаров было больше. Именно поэтому мы прошли такой путь. Сегодня я с вами поделился им достаточно сжато, но надеюсь предметно. Я готов продолжать с вами общение. Есть мой инстаграм, туда можно написать. И давайте сделаем следующую штуку. Под последним постом напишите мне, пожалуйста, с каким продуктом или услугой, но очень важно российским, российским продуктом или российской услугой вы хотите выйти на американский рынок. Я с командой оценю ваши идеи, и лучшей идеей мы сделаем какой-нибудь крутой подарок или даже поможем. Давайте сделаем. Согласны? Да. Спасибо. Но напоминаю, идея должна быть российской. Российский товар на американских полках. У всех, у кого остались вопросы, вы можете обращаться на сайт tinergyglobal.com slash marketing. Там есть подробная информация. Вы можете написать, найти какие-то еще инструменты, которые вам помогут в практике выхода на рынок. Но самое главное, друзья, я хочу вас поблагодарить за то, что вы здесь, за то, что правительство Москвы организовывает такого вот форума, постоянно обучая предпринимателей. И я надеюсь, что вы будете выходить с своим продуктом в магазины, в другие регионы, на международные рынки и на мировой арене наших российских товаров и услуг появится существенно больше благодаря всем нам. Большое спасибо и увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе за супер-тену, за эти знания. Подождите, подождите. У нас все хотят быстрее убежать, но у нас все-таки есть сюрприз. Совсем скоро мы уже разыграем подарки от наших спикеров.